всем привет добро пожаловать на канал фэмили баз обед у нас сегодня я только вернулся с работы жена приготовила всякую вкуснятину картошечка сегодня семён что-то приболевший назар вчера переболел в общем все в порядке жизнь продолжается до подхватили такого вируса когда который заставляет рвать и в туалет бегать но дети за один день переносят меня это три дня заняло так ясно это мне вопрос к детям нам надо ехать да куда давай сходу ира еду в кустка что купить чтобы мы взяли с собой в лес ничего не надо захар что купить чтобы взяли с собой мороженое мороженое мы не можем взять довезем ростов 2 вещи назови пиццерос и ладно подумай сэмом 2 вещи которые нам надо взять как думаешь который нормальный вкус еще что мне купить думаешь назад ты придумал да по моему то стороне то не знаю микроволновка есть духовка есть что надо взять ничего ничего не брать в этом кушать не будет чтобы ты хотела возьмешь дома у кого экономную мясо и слушайте мне нужна помощь и так ты придумал что второе и купить и роллс и то есть мороженое не но мороженое мы пока довезем и нарастает и 0 такие мам сэндвичи купи малину и не купи апельсинов апельсинов ира хочет ягоды на апельсинов хорошо назад что купить не вера скажи на уровне моя жена подсела кажется на какой-то русский магазин смотрите купила черного хлеба ну мне такой тоже очень нравится хлеб но не подсела я первый раз в жизни купила прошлое это было ира в университете жизнь а я второй раз вижу хлеб и уже подсела вот я даю я за 6 лет жизни в америке первый раз купила хлеб круто ты молодец так ну что друзьям пока вот дороге немножко поговорим расскажем вам что происходит в нашей жизни значит на держит друг к номеру привет во первых у нас такая как сказать для нас наверно добрая новость в какой-то степени в общем пока что наш мы ожидали в какой-то степени да в общем даже хозяин сказал что он пока продавать дом не будет потому что ближайшие полгода ближайшие полгода точно скорее всего год то есть почему потому что у него как он вообще хочет его продать потому что он купил землю на фолсами и хочет там строить себе как я думаю дворец какой-то новую хату новую хату да хата это такая ну хату хата в общем здоровая но похоже на дворец я думаю близко близко будет к дворцу да ладно поэтому он сказал пока живите но давайте поднимем немножко цену в общем цену нам подняли до сегодняшнего дня мы платили 2000 в месяц вот со следующего месяца с ноября ну на 10 процентов да больше он просто не мог по закону по закону да конечно да то есть в общем 2200 мы сейчас будем платить за этот дом это все еще остается хорошая цена потому что по моим расчетам такой же дом стоит где-то 2500-2700 я думаю не меньше может больше в общем то потому что у нас 5 спален значит с одной стороны это хорошие новости сказал с другой стороны жена говорит это поворачиваю камеру вперед наверное да это значит 2400 за год больше правильно а ну да 2400 за год мы заплатим больше чем да в общем поэтому мы как бы хотим приближаться все равно к покупке своего дома но просто нас как бы уже никто не подгоняет с одной стороны это хорошо с другой стороны плохо почему потому что хорошо когда подгоняют потому что ты просто лезешь из кожи вон для того чтобы достичь своей цели вот но теперь нам надо будет самим себя подгонять чтобы добиться таки нашей цели и ближайшие несколько месяцев купить дом вот такие планы в общем пока мы здесь вот остаемся пока живем и дальше движемся к нашей цели работаем зарабатываем подготавливаем всю там историю с банком потом получаем подтверждение или согласие банка выдать нам кредит который нам нужен посмотрим заодно какая сумма нам будет доступна вот и поймите дальше покупки дома поэтому ближайшее время будем смотреть делать обзоры домов которые будем сами смотреть вот тут новые дома я хотел поехать посмотреть здесь на ранчо кордове там несколько моделей есть продаются просто рассмотреть вариант а вообще мы бы хотели конечно но это хотели бы чтобы дом был с немножко большим кусочком земли для того чтобы соседи не были окно в окно но все равно это все даже нам сейчас некоторые скажут нам вы так далеко живете ну да у нас неплохой вариант мы хотим еще больше но обычно все новые которые строят там окно в окно и ну совсем маленький задний двор это нас отталкивает от новых домов так скажем вот такие дела значит на этой неделе у нас планы такие мы с детьми едем вот туда на ту базу отдыха на которой мы были вдвоем с людой лордс лэндс лэнд называется значит просто побольше домик сняли и заодно посмотрим поэтому следите не переключайтесь не подписан на канал подписывайтесь будет обзор еще одного домика вот и там мы просто проведем выходные вместе с детьми поездим посмотрим форт росс в общем и другие то ловим моменты которые но уже не так легко организовать нам чтобы все дети были на какие-то дни ну свободны так как у нас двое уже старших можно сказать самостоятельных детей поэтому вот запланировать совместный отдых чтобы все семьей не так легко это сложно мы выловили этот эти пару дней так скажем они нам сделали одолжение они согласились поехать но все равно собираются сбежать раньше чем мы планировали в общем но тем не менее в общем мы едем и вместе своей посмотрим что будет вот такие планы значит как вы заметили последних там несколько дней я выкладывал видео через день как бы как я и говорил что в этом году выкладываю видео по потому как есть видео и потому как есть силы их выкладывать то есть другими словами если этом много работы устал вернулся домой никакой и просто напросто вот последних скажем так нет несколько вечеров просто решил ну ладно в конце концов я только все время делаю доделаю какое-то кино вот когда-то удачное когда-то неудачное в общем какое-то делаю а тут я решил думаю дай-ка я хоть сам посмотрю кино с женой а то все время она сама смотрит а я сижу монтирую каждый вечер вот поэтому мы посмотрели нам очень нравится этот сериал money haste это об ограблении банка ой не банка а ANTida готовься сами казначейство испании что ли че то такое В общем такой, классный фильм не знаю на русском языке он есть или нет но на английском прикольный такой ну и иногда бывает у нас такие дни просто обычная рядовая рутина, что ну снимать думаешь, что же его заснять либо может быть нам уже надоело я понимаю, что может быть вам не надоело но где-то вот думаешь нет настроения и тогда мы просто не делаем это через силу, потому что ну мы не хотим натягивать улыбки улыбаться на камеру бывает вот просто нет настроения и не хочется снимать ничего и другой еще момент, знаете какой, ребят получается так, снимаешь какие-то такие вот обычные вещи, там на рыбалку мы поехали смотри, смотри, перебью тебя, смотри осень, осень точно, вау а у нас начинает чуть-чуть сегодня не сакраментовская погода, солнца практически весь день почти не было только что-то мы в шортах с тобой, а? в общем осень пришла так вот, еще одна причина, почему не всегда как бы заливаем видео потому что ты понимаешь, что на рыбалку поехал или там Люда рисует с ребенком там или что-то такое, какое-то название ну берешь обычное, вот что реально происходит ну и там просмотров практически нет оно естественно как бы ну просто ты думаешь ну окей, показал вроде бы хороший фильм или например обзор вот этого домика в лесу ну вообще я считаю редкий контент попробую найти такой контент особенно про Америку никто такого не снимает просмотров, ну я считаю, очень мало поэтому ситуация такая мы снимаем магазины потом путешествия стараемся что-то там снимать, показать вам но остальное как бы вот как оно пойдет поэтому вот в принципе рассказали вам чуть-чуть оправдались вот такое коротенькое видео небольшой просто эпизод из нашей жизни вот и на этом наверное все будем закругляться это все видео ты даже ничего людям не покажешь не, так подожди мы показывали завтрак или обед там сегодня понимаешь, да? ты там ничего даже не показывали да, сегодня просто будет разговорное видео ааа наши планы ну что-то ты сучкуешь, сучкуешь почему я сучкую? не, не, не вот в этом видео потому что мне кажется это будет слишком длинно а следующее видео смотрите мы идем в Костка на самом деле мы сейчас по дороге в Костка рассказывали вам вот все вот эти мысли которые мы рассказывали да что ж это за тавтология у меня а, ты не знаешь? я не знаю не знаешь? на самом деле мы еще просто чуть прошлой неделе и этой неделе немножко как бы приболели я говорила, да уже, что мы подхватили какого-то вируса такого кишечного кишечного не знаю инфекцию ааа раньше мы только с таким сталкивались что дети вот типа ротовирус было такое похоже как на ацетант но это на маленьких детей срабатывало но это какая-то зараза что берет а взрослых и друзья наши тоже переболели в общем мы знаем где мы подхватили и знаем еще нескольких людей которые так переболели поэтому еще такое вот чуть-чуть настроение больное да, ну тем не менее новостей много мы остаемся жить в доме цену на аренду подняли в общем ребятки движемся дальше всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр Продолжение следует...